Как передавать свое оружие в аренду? Порядок и документа оборот. Охота браконьера закончилась смертью браконьера. Почему подписали мораторий на закрытие охоты в России? Рыбоохране разрешили загонные охоты. Отметил столетний юбилей и ушел в лес на охоту. Красноярская клейкая лента вместо мух ловит летучих мышей. Здравствуйте, в эфире Дикие новости. Поделитесь обязательно этим выпуском со своими друзьями. Подписывайтесь на нас ВКонтакте. Поставьте лайк, если понравилось. Как обычно, все важные ссылки в описании под роликом. Морально-этическое отношение общества к современным способам охоты неоднозначно. Я работаю с многими компаниями, которые принимают участие в наших проектах, связанных с дичеразведением, с проведением охотничьих фестивалей, биотехнических и социально значимых мероприятиях для охотничьего сообщества. Вы не поверите, но на это все, как ни странно, нужны деньги. Один из наших партнеров, компания Лангот, продолжает совершенствовать тепловизионное оборудование. Предлагает на сегодняшний рынок бюджетные и качественные прицелы нового поколения. Я сам в этом сезоне буду охотиться с таким прицелом. Не люблю говорить о том, чего не знаю. Обожаю, я обожаю охоту на хищника с тепловизором, на лесу, шакала, волка. Но знаете, у этой медали, как всегда, есть две стороны. И вот вторая из них. На незаконной охоте убили браконьера. Всякие странные вещи случаются постоянно. Трагедия произошла 9 августа. По версии следствия, ночью в поле несколько местных жителей, которые занимались незаконной охотой, разделывали застрельного имя лося. В это время мимо них приезжала группа других охотников на автомобиле. Решив, что это сотрудники правоохранительных органов, браконьеры спрятались в кустах. Охотник, который был в машине, увидел в тепловизор одного из них и предположил, что это животное. Не вылезая из автомобиля, соответственно, из намоленного окна произвел два выстрела из карабина Сайга. В результате мужчина скончался на месте. Местному жителю предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Мужики, вот таких новостей становится все больше и больше с каждым днем. Такое чувство, что для покупки тепловизора нужно сдавать отдельный экзамен на идиота. Ты что, идиот? Нет, сыр, я мечтатель. Вся суть этой новости продолжает подчеркивать бесконечный беспредел, который творится по ночам в охотничьих хозяйствах. Обнаружив тепловизор, подумав, не увидев, а подумав, что это какое-то животное, произвел два выстрела из окошка автомобиля и убил человека. Ну, как это вообще? Как? Наша редакция накопала небольшую статистику. За последние два года в среднем по 10 случаев в год с перепутываниями происходит в нашей стране. Чаще всего на охотах на лося, причем на реву. И страдают очень даже, кстати, адекватные люди. Что с этим всем делать, спросите вы? Запретить чертовой матери тепловизоры? Или вернуть старые правила охоты с тепловизором с вышки? А может оставить тепловизоры только для охоты на хищников, убрав всех копытных? Если честно, я не знаю ответа. Могу сказать за себя. Тепловизор имеет место быть, но не в руках алчной и кровожадной особи. А вот как их разделить или отличить, я, к сожалению, не знаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение, что делать с тепловизорами в России. Вызять и отменить. Заткнись! 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 Запрет охоты в России. Кто за, а кто против? Ну, вопросы, конечно, интересные. Сразу несколько общественных организаций выступили с инициативой ввести на 2004-2025 год мораторий на охоту. Основные аргументы следующие. Первое. В нашей стране отсутствует государственная система учета биоресурсов. Нет никакого доверия данным, предоставляемым сотрудниками частных хозяйств, который является главным интересантом ежегодного увеличения квот на добычу. Второе. В трагический период для жителей приграничных областей неэтично проводить охоты, как развлечение и способ досуга небольшой группы, в основном, обеспеченных граждан. И здесь, на самом деле, есть о чем поговорить. Я давным-давно перестал удивляться отсутствием ума зеленой повестки в нашей стране. А вот эта прекрасная формулировка отсутствия государственной системы учета биоресурсов нет никакого доверия данным, приводит меня вообще в экзотический оргазм. Получается, что, по мнению экозащитников, огромная государственная структура, тратящая деньги налогоплательщиков на учет биоресурсов и обработку данных по их численности, оказывается полнейшей профанацией. И единственный аргумент решения этого вопроса – не заставить работать эту систему, а просто закрыть охоту, чтобы у системы вообще не было возможности никак работать. По-моему, подобное основание нужно писать прямо в прокуратуру. Причем в генеральную, а лучше в Следственный комитет за одну бумагу отправить. В нашей стране отсутствует государственная система учета биоресурсов. Просим в кратчайшие сроки установить недоработку. И если она вдруг каким-то чудом будет не выявлена, привлечь нашу общественную организацию к уголовной ответственности за клевету. Мы еще долго будем любоваться этими клоунами. Общественные организации, охотничьи общественные организации в России, вы долго будете любоваться тем, что творит эта эко-повестка. Враг внутри страны. Давайте не будем ждать, когда он отдаст ключи от города. А решать этот вопрос будем сейчас. Сейчас. Мы хотим закрыть охоту в России навсегда. Может быть тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Второе. В трагический период для жителей пограничных областей неэтично проводить охоты как развлечение для небольшой группы в основном обеспеченных граждан. Вот здесь полностью согласен. Пусть обеспеченные граждане запретят другим обеспеченным гражданам охоту. Но если честно, какой-то очень скудный размах. У нас что, помимо охоты, мало других развлечений, которые надо запретить во время трагических событий? Не получится никогда с ними диалога. Это рассчитано на безмозглых, нищих, на мозговую активность, узколобых бездарей. Ведь весь шум вокруг проблемы можно обозначить, заменив букву Х в начале слова. Одной фразой это все полнейшая суета, не имеющая смысла, как и все, к чему они прилагают свою руку. В Красноярске летучая мышь залетела в окно и приклеилась к липкой ленте от мух. Поймали мышку, одну летучую. Качество ленты оказалось на высоте. Мышь прилипла намертво и висела там, пока хозяева не появились и не освободили ее. История с липучками для отлова вредителей не нова. Особенно для тех, кто живет не в квартире. Вот у меня в селе ежегодно осенью, перед зимним сезоном, преддомовой гараж атакуют мыши в огромном количестве. Удивлением в прошлом году для меня была ловушка-липучка на основе клейкой ленты. Правда, в нее ничего не попало. А вот мышеловки перелупили больше 20 штук. А мой сосед, по его словам, благодаря липкой ленте переловил всех кротов на своем участке. Правда, есть один нюанс. Кроты оставались живыми и с ними что-то нужно было делать. Выпустить в лес не получалось, потому что их нельзя было отклеить. А убить было жалко. Вот такое вот гуманное современное общество получается. Мухи, комары, осы, муравьи, грызуны постоянно наши соседи. Кто-нибудь знает, как их отпугивать, не причиняя физического вреда? Напишите мне в комментариях, как вы справляетесь с этой проблемой. Ой, комар прилетел. Во Владимирской области спасатели нашли пропавшего охотника, которому исполнилось на минуточку 100 лет. Столетний старик, который вырез в окно и исчез. По сообщениям родственников, дедушка ушел на промысел, однако после пропал и связь с ним исчезла. В леса выдвинулась команда спасателей и полиции. После прочесывания массива мужчину удалось обнаружить. Дедушка разместился около озера и искренне недоумевал, почему его все ищут. Его здоровье оказалось в порядке. От медицинской помощи охотник отказался. Я не знаю, как вы, но у меня где-то внутри слеза, что ли, наворачивается. Я так думаю, если доживу лет до 80, как дедушка, уеду далеко-далеко в лесную избушку. Буду жить охотой, рыбалкой. И где там что? Сколько стоит доллар? Кто на троне? Находится ли сегодня мир до сих пор в основании хвоста? Мне вообще будет все равно. Дедушка, господи, какой ты молодец. Как искренне внутри каждого из нас белой завистью завидуют наши души. Добра и здоровья тебе. Ну а пока я не уехал в лес, у меня для вас отличная новость. На связи магазин Трофеи. Ребята, как у вас дела? Жень, привет. На связи Мегамаркет Трофеи у нас появилась новинка. Гусиный махокрыл. Очень компактный. При переноске занимает всего несколько мест. Несколько режимов у него. То есть, если вы сидите на большом расстоянии, можно вылинуть антенну и прекрасно управлять таким махокрылым от Дахмани. Мегамаркет Трофеи сейчас проходит акция 30% на спиннинговое удилище от компании Dragon и Nord Stream. Удилища представлены как лайтовые, так и тяжелые. За спиннингами Dragon и Nord Stream приезжайте к нам в Трофей. Загонная охота российской и белорусской рыбоохраны закончилась с невероятной добычей. 5 картофель, 6 щук, 10 самов. А вы знаете, кто я? Кто? Рыбнадзор. А ты знаешь, кто я? Кто? Это какой-то прямо остросюжетный детектив. Рыбоохрана Белоруссии и рыбоохрана России провели очередной совместный рейд в рыболовных угодьях пограничного озера, которое привлекает массу российских и белорусских рыболовов. Сотрудники Витебской инспекции, работая на воде, быстро вывели двух граждан, которые с маломерного судна устанавливали мережу на мелководье. Попытка задержать не удалась, так как нарушители двинулись в сторону российской границы. Но не тут-то было, на другом берегу их уже ожидали российские инспекторы. Браконьеры, скрываясь от погони, не подозревали, что это была изначально спланированная операция, и охоту на них загоном по договоренности осуществляли обе стороны. У нарушителей изъяли семь сетей протяженностью более 500 метров, две мережи и незаконный улов. Отмечается, что подобные межведомственные взаимодействия проходят на регулярной основе. Шкурят, шкурят нашего брата. По мне, так если не на продажу, не в нерест, так можно немного местным похулиганить, конечно. Но все это чревато. И смотрите ведь, как филигранно спланированная операция. Работают же люди. Эх, вот так бы и в производственном, охотничьем и государственном контроле, подключая творчество, ловили настоящих браконьеров. Они выписывали свои бумажки за транспортировку оружия по охотничьим угодиям, которое до сих пор в некоторых регионах, к моему глубокому сожалению, приравнивается к охоте. В одном из прошлых выпусков мы рассказывали, что аренда оружия от физического лица физическому лицу возможно в нашей стране. Причем передача нарезного оружия в аренду возможно даже тем, у кого нет на него разрешения. Достаточно любого одного из разрешенных разрешений на ношение оружия. Грубо говоря, ты сегодня получил разрешение на гладкое. Пожалуйста, можешь взять хоть сегодня же в аренду у друга на охоту нарезное в его присутствии. Это замечательно, клянусь Богом. По всем этим вопросам мы получили разъяснение в письмах от Росгвардии. Но остался самый важный вопрос. Какой должен быть порядок передачи и какие документы законно эту самую передачу подтверждают в нашей постоянной рубрике «Диалоги с юристом». Здравствуйте! С вами «Право охоты» и я Александр Игрис по охотчим делам. Сегодня мы в очередной раз говорим об институте передачи охотничьего оружия в соответствии со статьей 24.1 Федерального закона об оружии. Сумнящиеся головы. Люди, сидящие на печах в режиме Ивана, который уповал на щуку, которая сама все сделает. И хейтеры, которые говорили и говорят нам, да чего вы, да куда вы, да это все не так работает, да вы не так понимаете. Ну, в общем, мы подождем. Но вы ждите. Итак, об институте передачи охотничьего оружия в соответствии со статьей 24.1 Федерального закона об оружии. Недавно я от своего имени писал письмо в управление Росгвардии. Меня, конечно же, волновало два вопроса. Возможно ли вообще передавать от физических лиц физическому лицу оружие в порядке ст. 24.1? Как это передавать? И возможно ли передавать в том числе нарезное оружие лицам, которые, в принципе, пока владельцами такого нарезного охотничьего оружия не являются? Так вот, отвечая мне, Главное управление государственного контроля и лицензионной и разрешительной работы Росгвардии. В первом ответе, который я получил на своем имя, это было от 24.06.2024, содержалось необходимое следующее, что ограничений, то, о чем я говорил, на передачу нарезного охотничьего оружия лицам, которые являются владельцами, к примеру, гладкоствольного охотничьего, но не являются владельцами нарезного пока еще, потому что у них стаж не позволяет. Или в силу того, что они еще не обратились за покупкой и так далее. Суть здесь не в этом. Росгвардия, конечно же, с осторожностью ответила, что ограничений нет. И мы вам с осторожностью также точно отвечаем, что вы, господа охотники или иные лица, пользуетесь, конечно, федеральным законом, именно статьей 24.1. На мой взгляд, в письме номер один не содержалась исчерпывающая информация, именно слов, каким образом передавать, хотя в законе информация есть, но, тем не менее, нужно было этого добиться от Росгвардии. Почему? Да потому что от регионов приходила информация, что некоторые сотрудники говорили физическим лицам, что обалдели, это вообще невозможно. Вплоть до того, что угрожали им административным преследованием, в очередном ответе Росгвардии от 15.08.2024 на свое имя, тоже Главное управление государственного контроля и лицензионной разрешительной работы Росгвардии пишет, что «Да, от физического лица к физическому лицу охотничье оружие передавать можно». И, конечно же, они упоминают порядок, который содержится, опять же, в статье 24.1. Там есть критерии, которые применяются к акту. Так вот, на основании этого акта от лица к лицу передается охотничье оружие. Порядок, опять же, истерпывающий. Там он написан, кому-то захотелось, чтобы акт был готовый, чтобы были суженные критерии. Но, знаете, я в данном случае такие суженные критерии не поддерживаю. Почему? Потому что, как только у нас норма какой-то имеет узкоспециализированный характер, начинается выковыривание из запятых из текста. В данном случае, слава богу, этого не сделано. Там есть общие требования к акту приема-передачи. Но еще раз вас призываем и говорим, что руководствуйтесь, во-первых, федеральным законом и иными нормативными правилами актами. С осторожностью относитесь ко всему этому. Мы эти два ответа Росгвардии, опять же, повторно разместим, чтобы они были у вас в доступе. Чтобы вы, в случае чего, могли их показать. Дорогие друзья, мы пошли дальше. Взяли, составили для вас акт приема-передачи. Исходя из требований, которые сформированы в статье 24.1. Акт будет размещен по ссылочке. Проходите, используйте. Это не значит, что этот акт какой-то нормативный правоакт или еще что-то. Это примерная форма, которую вы можете, в принципе, использовать. Доработать ее, переработать, добавить, убавить, как хотите. Мы постарались там по возможности совместить те критерии, которые необходимо было там указать, которые соответствуют требованию в статье 24.1. Так вот, в письме Росгвардии ничего совершенно нового не содержится. Они лишь только подтверждают те сведения, которые содержатся в статье 24.1. Так, зачитаю отдельные положения и нормы. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, запятая осуществляющие виды деятельности в сфере охотчего хозяйства, а также граждане Российской Федерации, являющиеся со-собственниками охотчего оружия, и патронов к нему соответственно настоящей статьей, вправе передавать не более одной единицы охотчего оружия одновременно одному физическому лицу в целях охоты на основании акта приема-передачи охотчего оружия. Стоит точка. И далее пошло. Акт приема-передачи охотчего оружия, указанный в части 13, который я зачитывал сейчас только в настоящей статье, должен содержать следующее сведение. Фэмилии, имена, отчество, собственника оружия, полномочного представителя юридического лица, передающего охотчего оружия и патроны к нему, и лица, получающие такие оружия и патроны. Информация о месте дате и времени передачи охотчего оружия и патронов к нему, срок, на который передаются охотчие оружия, оружие и патроны к нему, реквизиты и срок действия разрешения на передачу иностранному гражданину охотчего оружия для охоты, а также дефекционные данные передаваемой единицы охотчего оружия, модель, калибр, номер, количество и тип передаваемых патронов. Это части 13 и 14 статьи 24.1. Лица, которые могут участвовать в этом обороне, они поименованы в части 1 этой же названной статьи. Там перечислены виды разрешения лицам, которым могут передаваться такое оружие. Еще раз подчеркиваю, призываю, не надо творить глупости и с бестолковством окунаться в этот омут слащавый с головой. Руководствуйтесь статьей 24.1. Ни в коем случае не нарушайте требования действующего законодательства. Если вы распечатаете наш подготовленный акт приема и передачи, там содержится и черпающая информация, которую вы используете, заполняя соответствующие свои данные. Отмечу, что акт состоит из двух частей, но распечатывается обязательно на одном листе. Первая его часть о том, кому вы что, когда передали, а вторая часть, когда вы что-либо забрали, то есть оружие. Имейте это в виду. В этом же акте содержатся ссылочки в виде QR-кодов на письма Росгвардии, о которых я говорил, которые, наведя телефон и включив камеру, вы, в принципе, можете на это письмо перейти, оно будет храниться на наших страницах в сети интернет, и вы можете его незамедлительно, в принципе, показать, даже не имея при себе. Но мы надеемся, что у уполномоченных органов больше не будет вопросов гражданам, которые передают свое оружие в соответствии с действующими требованиями законодательства, именно статьи 24.1, и прекратятся хихиканье, хохоканье и возможности насолить соседу, выглядывая из-за елки, как он передает оружие, и снимая его на телефон. Обращаем внимание, что новелы, охватывающие производственные охотничьи контроли Федеральное государство и охотничьи надзор, в том числе обязательные требования, как правило охоты, там уже содержится информация о том, что вы можете осуществлять охоту, в том числе и с применением института передачи оружия. Так вот, уполномоченные органы, которые осуществляют контроль, они уже вправе требовать у вас, в частности, наряду с остальными документами, и акт приема-передачи такого оружия. Знайте это. Следовательно, это говорит о том, что норма уже должна, в принципе, применяться и использоваться. Однако, институт этого буксует, потому что никто не хочет быть первым. Не забывайте, что оружие передается из рук в руки на основании соответствующих документов, но вы должны находиться совершенно рядышком, никакого там я у костра, я у машины, я спал, не спал, я был за деревом, я находился рядом, у меня села рация, не работал телефон, я уходил за хворостом и так далее. Детский лепет, этот никому не нужен, и не вздумайте им пользоваться. Господа, всем спасибо. Не надо использовать и интерпретировать наши слова как догму. Вы все замечательные, умные, мы вам только даем пищу к размышлению, сделали часть работы. Пожалуйста, пользуйтесь во благо, но не вопреки. Подытожу еще раз. Наш акт составлен по всем утвержденным положениям из письма Росгвардии. При желании можете его использовать. Также мы прикрепили официальное письмо-ответ из Росгвардии, подтверждающее правильность составления и его легитимность, которую вы в случае необходимости можете предоставить вместе с актом проверяющему. По устному комментарию сотрудников Минприроды, утвержденной формы акта не существует в природе на сегодняшний день. Существует только требование к его содержанию, которое, кстати, описано в письме Росгвардии, и мы его учли при составлении нашего акта. Соответственно, проверяя у вас этот акт на наличие, на охоте, они будут придерживаться регламентов и рекомендаций этого письма. Обратите, пожалуйста, внимание на количество передаваемых патронов, и чтобы это количество соответствовало наличию и указанному содержанию. В акте написано «Отдал 5 патронов», а у арендатора их оказалось 6. Держи протокол. Ну и самое главное. Охота осуществляется в присутствии владельца арендованного оружия. Вы тут хоть как трактуете это понятие, но, по моему мнению, все, что будет дальше расстояния вытянутой руки, в любой момент могут расценить как отсутствие присутствия владельца арендованного оружия. Ну а это были все дикие новости, по мнению нашей редакции на этой неделе. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями. Поставьте лайк, если понравилось. Не забываем подписываться на нас вконтакте. Всем пока!